Всем привет, мои хорошие! Рада приветствовать всех вас на моем канале. Спасибо огромное за комментарий, который вы пишете. Спасибо за подписки. Нас уже 183 тысячи. Мне безумно приятно. У нас сегодня... Вы меня немножко не видите, поэтому я это уберу в сторону. Так, у нас обычный хинкал, лесгинское производство. Дальше у нас маринованные вот такие вот перчики. Пробую. Только открыли. Кинза и немного мацони. Давайте приступим. Прям не могу, голодная. Вот такая вот подача. Всем в комментариях понравилась. Как вкусно. Рецепт на вот такой вот хинкал будет внизу в инфобоксе. Так что обязательно переходите, готовьте, потому что очень вкусное блюдо. Сегодня снимаю для вас влог. Надо сходить, купить что-то. Магазины одежды и всяких таких детских игрушек. Все закрыто. Но я собираюсь кожолим. Хотя бы что-то вкусненькое, сладенькое. Куплю, чтобы не идти с пустыми руками. Мне она настолько стала родная. Я не знаю почему. Вот прям как будто я ее знаю сто лет. Вот у меня такое ощущение. Завтра собираюсь в гости. Вот поэтому сегодня нужно подготовиться ко всему этому. Хотя на улице, знаете, погода не супер. Снег выпал. Снег, представляете? Такие вот дела. Еще сегодня утром проснулась и увидела пост Ольги Бузовой, что она рассталась с Давой. Вы знаете, что я большая поклонница ее творчества. Мне она нравится. Для меня она как бы идеал. То есть не побоюсь этого слова. Я считаю, что она прям, знаете, день-ночь работает. Я смотрю ее истории. Я поражаюсь, насколько человек работоспособный с одной съемки на другую. И вы знаете, съемки, это кажется, что это все так просто. Физически человек очень сильно устает. И когда она рассталась с Тарасовым, я так прям мечтала, чтобы она наконец-то себе кого-то нашла. И вот нашла. Кто-то там пишет история хайпа стопудово. Про них немножко подзабыли. Поэтому решили напомнить о себе. Но я, ребята, так не считаю. Я считаю, что Олечка, она никогда на своих отношениях не хайпилась. То есть когда она рассталась с Тарасовым, тоже много кто писал, что, наверное, какая-то история и так далее. У нее был день рождения. Вот на следующий день они расстались. Я думаю, что отношения всегда должны двигаться. Двигаться вперед. То есть они уже стоят на этапе пары очень-очень давно. То есть пора уже делать предложение. Мне кажется, Оля ждала, может, на день рождения предложение. Не знаю, ребят. Мне очень интересно, почему так произошло. Возможно, будет когда-нибудь интервью, где она расскажет причины. И все там, вот, хайп. Недавно только были вместе. Все было хорошо. Не всегда все показывают. То, что происходит у них на самом деле. Вот так вот, ребят. Я была шокирована, на самом деле, этой новостью. Потому что я не ожидала. Но, с другой стороны, знаете, это можно было предугадать. Потому что, то есть они уже давно в паре. Уже пора делать предложение. Уже очень давно пора делать предложение. Ладно бы там, да, я ведь не знаю, 22 было бы. Но у него тоже такой возраст. Пора уже заводить семью, детей и все дела. Кстати, рецепт на болгарские перцы тоже будут внизу. В общем, вот такая вот тема. Пишите, пожалуйста, в комментариях, что вы думаете на этот счет вы. Пожалуйста, только, знаете, не надо вот эти вот, ой, Ольга Бузова, она такая, типа овца и все дела. Кому-то она нравится, кому-то нет. Но, знаете, равнодушных точно нет. Как будто она раздражает. Кто-то является фанатом. Вы знаете, я смотрела интервью у Алены, блин. Тарасова. То, что Тарасов хотел семью, хотел детей, а Оля была не готова. Так вот, сейчас, мне кажется, наоборот. Оля готова, Оля хочет. Да, в общем, не готова делать ни предложение, ни чем. Хотя фига она знает, как она на самом деле была. Когда первый раз Бузова разводилась, я была на нее подписана. И в ее историях, на ее странице чувствовалась эта боль, как ей тяжело. Она некоторое время вообще не выставляла истории, просто ставила рекламные посты. Резко перекрасилась, вот была без настроения. А сейчас я этого не чувствую абсолютно. То ли ей действительно уже не больно. То ли разойтись. Это ее было осознанное решение. Как же вкусно. Напишите, пожалуйста, свое мнение, а мы давайте поговорим на другую тему тоже. Поотвечаю немножко на вопрос. Это был один вопрос, на который хочу ответить. Ирина задает вопрос. Привет, Айка. Расскажи, пожалуйста, как ты начала краситься, со скольки лет и какая была твоя первая косметика. Я начала краситься, наверное, лет в 13. Очень рано. В 15 лет у меня уже был полный мейк. Я вообще с детства очень люблю косметику. Меня прикалывает. И первая моя косметика была палетка Руби Роуз. А если найду, я вставлю вам сюда. Она выглядела вот так. Я помню, что мама мне ее купила за 30 рублей. За 30. Я была безумно счастлива. Я считала, что все. Жизни удалось. У меня есть такая крутая палетка. Где-то в переходе купила. А затем... Я уже потихоньку на свои деньги начала покупать косметику. Мне, например, папа дает на завтраке. В школе. А я на эти деньги шла и в переходе покупала себе косметику. Раньше была косметика, она называлась Флёр. Вот у меня все было от Флёр. Тогда для меня Мэйбелин это была настолько дорогая косметика. Я считала, что это просто люкс. И по большому счету, ничего себе не могла позволить. Покупала там цены всякие. Воды пользовалась только редко по праздникам. Прям экономила. Знаете, экономно пользовалась. У меня в тот период как таковых высыпаний не было. То есть не было прощей. Я просто подводила карандашом глаза. Обязательно использовала тень и блеск для губ. Вот без блеска для губ я вот никуда не шла. А потом в восьмом классе у нас появился зауч по воспитательной работе или что-то такое. В общем, она нас всех заставляла умываться. Накрасилась, иди смывая. Единственное, чем можно было пользоваться тональным. Вы знаете, она была настолько невоспитанная в Саратове в 31-й школе. Была заучим. Она могла просто оскорбить ребенка. Легко. Один раз она мне такая сказала. У тебя, говорит, жирок свисает. То есть вообще у человека не было этики абсолютно. Что ты педагог. Ты какие-то вещи не можешь говорить. Ты должна как-то тактично к этому подходить. Вот этого у нее вообще не было. Она могла запросто просто оскорбить и пойти дальше. То есть такой человек был. В общем, на этом все, мои хорошие. Я поела. Было очень вкусно. Спасибо, что досмотрели это видео до конца. Не забывайте ставить лайки, подписываться. Всех люблю, целую. Пока.